Швартовка одного судна к борту другого. Варианты швартовки одного судна к борту другого на открытом рейде или в море производятся, если одно из судов или стоит на якоре, или лежит в дрейфе, или имеет ход. В любом случае, перед началом операции, для уменьшения последствий возможного навала, оба судна обмениваются взаимной информацией о курсе, скорости, о способе швартовки и порядке маневрирования. Оба судна создают небольшой крен 2-3 градуса на противоположную сторону борта швартовки, заваливают внутрь все выступающие части, обеспечивают достаточное количество мягких и жестких кранцев, готовят и разносят швартовные тросы, готовят достаточное количество бросательных концов на баке и корме. Рассмотрим швартовные операции к борту судна, стоящего на якоре. При маневре подхода к судну, стоящего на якоре, необходимо строго учитывать элементы рыскания. Выходить на швартовку желательно с наветренного борта. Если представляется возможность в выборе борта швартовки, то надо подходить к борту, противоположно отданному якорю. При подходе к судну, стоящему на якоре, уменьшают скорость с расчетом, иметь ее такой, чтобы маневрирующее судно только слушалось руля и удерживалось носом против волны и ветра. В процессе подхода необходимо вести тщательное наблюдение за перемещением стоящего на якоре судна. В момент выхода этого судна, на наибольшее удаление от отданного якоря, перед переменной галса, на маневрирующем судне дают ход и направляют его в среднюю часть судна под углом 15-20 градусов к диаметральной плоскости стоящего судна. По мере сближения судов, маневрируют машины рулем так, чтобы погасить инерцию и выйти на параллельный курс как можно ближе к стоящему судну. К этому времени оно будет отдаляться от маневрирующего судна, что будет способствовать обеспечению безопасной швартовки без намала или смягчит толчок. При первой возможности подают сначала бросательные концы с носа и кормы, а затем швартовные тросы, которые сразу берут на турачку брашпиля и шпиль. При выбирании тросов необходимо учитывать положение корпусов обоих судов и первым выбирать швартов с более отдаленной части судна. Как только суда установятся параллельно, надо одновременно подбирать швартовные тросы. В противном случае, обтягивание одного из них приводит к резкому отставанию противоположной оконечности корпуса, вследствие чего неизбежный навал. При креплении швартовных тросов на судне, стоящем на якоре, нужно избегать их прямой подачи в виде прижимных, особенно в центральной части судов. Рекомендуется подавать швартовные тросы в виде шпрингов и продольных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok